Пять жилых домов и более ста дворов потопило в селе Коэанды Акмолинской области. Местами вода доходит до колен. Местные жители говорят, по селу невозможно передвигаться даже на машине. Со стихийным бедствием людям помогают справиться спасатели и чиновники. Репортаж Асимшан Жизбаевой. Три дня уже, как затопило мой двор. Выйти на улицу невозможно. Все службы приехали вчера утром. С тех пор они откачивают воду. Ребята работают, но воды много. Не знаю, когда это все почистят. Села Блистолицы оказались под ледяной водой. Как вы видите, без резиновых сапогов местным жителям здесь не обойтись. Вода доходит аж до колен. Движение затруднено не только для пешеходов. Машины также перетекают в воду, как на лодке. Тем временем местные власти обещают решить проблему в течение недели. Они заверяют, что работа здесь ведется круглосуточно. Так сейчас выглядит Коэанды. Большая вода пришла сюда после резкого повышения температуры воздуха. В общей сложности подтопило 100 дворов и 5 жилых домов, сообщают местные власти. На данный момент все службы работают в усиленном режиме, чтобы избавить сельчан от паводка. Порядка 80 заявок поступило по откачке воды. И на экскаватор где-то порядка 40 заявок. Порядка 50 миллионов выделено на Акиматковинского сельского округа по вывозу снега и уборке территории. Но у нас осень была влажная. Земля не впитывает, не принимает воду. И вся вода, которая с полей собирается, она идет через село. Дней 5, ну неделю мы устраним все. Коэанды на сегодняшний день обстановка стабильная, отметили спасатели. На месте работают силы и средства ДЧС Астаны, Акмолинской области, местного Акимата, а также военнослужащие из Карагандинской области. Только по этому селу задействовано 95 человек, 25 единиц техники и 35 мотопомп. На территории Целиноградского района составляет у нас порядка 300 человек, также 98 единиц топомп и также более 90 единиц техники. Данные силы и средства у нас распределены в селе Хоянде, Аражар, Хараваткель, Талабкер. Также работы параллельно проводятся, одновременно проводятся в селе, в городе Хоше. Они распределены в тех наиболее опасных точках и производится сейчас откачка. Данные работы проводятся в круглосуточном режиме. На сегодняшний день откачано более 115 тысяч кубометров воды, сообщили также в ДЧС. Устренить последствия стихии обещают в течение недели.